Мы с вами Снова в Арзамасе Очередной день Кубка России И сегодня у нас по программе два финала Первый уже начался Это шпага мужчины Личное, естественно, первенство И второй будет финал В соревнованиях по сабле среди женщин Тоже, конечно, личное первенство Ну а все остальное у нас Прежнее Скульптурно-оздоровительный комплекс Звездный Центральный помост, центральная дорожка И комментаторы, я Алексей Попов Денис Мельничук Здравствуйте, еще раз Да, начинается полуфинал Пиктует Анохин Вадим и Великанов Нужно сказать, что Анохин Вадим Начал сегодняшнее соревнования И потерпел одно поражение в группе И очень тяжело Шел к этому полуфиналу Потому как Ему на пути попались Сначала Сергей Вида Потом Тихомиров Затем Сухов И вот он сейчас здесь Ну и Павел Ускобойников Еще до этого тоже далеко не подарок Спортсмен, фехтовавший в составе сборной России На одном из чемпионатов Европы То есть тоже Уровень Да, действительно Весьма неровно распределились спортсмены По итогам пулек И так получилось, что В одной четверти Вот вы видите Попали и Павел Сухов И Вадим Анохин И Сергей Вида Сразу три спортсмена Из состава сборной команды Которая совсем недавно На выходных Выиграла этап Кубка мира В Буэнос-Айресе Здесь же Алексей Тихомиров Нижегородец Который также был Обладателем Кубка России И выступал в составе сборной страны Вот Павел Ускобойников Которому сказали И вот среди них Выжил один Вадим Анохин Который сейчас на дорожке Чистует с Александром Великановым А в других Соответственно Раз все Лидеры Ну не все Большинство конечно Лидеров Были так Оттянулись В одну четверть То в других Как сказать Четвертьях что ли Их осталось поменьше И вот так получилось Что Попал например Андрей Курочкин Москвич 20-летний Это в общем-то сюрприз Да я согласую Что это сюрприз И на самом деле Не совсем обычную Четверку мы сегодня видим Счет на 2 2-2 на дорожке Тем временем Уже прошло почти 2 минуты Первого периода И Ну так По первым Секундам И первым минутам Встречи Вроде бы Равное фехтование Показывают Спортсмены Чуть может быть Поактивнее Двигается Великанов Но Как сказал Никита Глазков Сейчас перед эфиром У Анохина Хорошо работает голова И возможно Эта голова Сейчас что-нибудь Высчитывает И думает Вот например Сейчас очень хорошо Рассчитал дистанцию Нанес Укол в правую часть Правое плечо И счет стал 3-3 Ну Вадим Анохин Участник Олимпийских игр Победитель Одного из Этапов Кубка мира Прошлого года И поэтому На то что у него Наверное хорошо работает Голова Так и должно быть Он как не как Седьмой В международном рейтинге ФИЕ Это самое высокое Место Среди наших спортсменов Ну а во всероссийском рейтинге Он пока второй Но дело в том Что прошло всего Три турнира И вот Никита Глазков Кстати Победитель Кубка страны Прошлого года Нанес пока что Своим соперникам Такой нокаутирующий удар Выиграв турнир в Берне Набрал там 64 очка И сейчас имея Всего 77 очков Уверенно занимает Первое место Во всероссийском рейтинге По итогам трех турниров А Вадим Анухин В нем второй Но у него 32 балла Кубок России Идет с коэффициентом 0,5 И победитель получит 16 очков Поэтому даже если Вадим Анухин выиграет То Никита Глазков Останется на первом месте Во всероссийском рейтинге Ну а пока Мы все это рассказывали Уже первый период Близится к концу Да, счет 6-6 Несколько раз обменялись Уколами спортсмены Сейчас Решили поправить оружие В ближнем бою И загнулся клинок И осталось 45 секунд До конца первого периода Претенгует великанов Попытался в ногу Сейчас уколоть Но Вадим Разорвал дистанцию И на отходе Поймал в руку Великанова И вышел в отрыв На один укол Готовы? Читайте 30 секунд остается Во второй паре Встречается Андрей Курочкин Которого мы уже назвали И одного спортсмена Только не назвали Это Сергей Ходос Команда Московской области Который за последние Три года Выиграл два чемпионата России В том числе И 2016 года То есть он действующий Чемпион России По логике вещей Когда-то выступал По юниорам В составе сборной Команды России Представляет Татарстан Динамо Казанская Ну пока В всероссийском рейтинге Он занимает Сейчас я Посмотрю 22 место Ну опять же Это пока мало О чем говорит Потому что Сезон только начинается Прошло все несколько турниров В любом случае Благодаря Удачному выступлению В Кубке страны Он поднимется Так неплохо В рейтинге Ну а Вадим Анохин И так второй Как мы уже сказали Вот сейчас начнется Второй период Напомним Еще раз Если вдруг кто не знает Поединок длится Три периода По три минуты Либо до пятнадцатого укола В шпаге Поражаемая поверхность Все тело спортсмена Маска Туловище И ноги И считаются Обоюдные уколы Здесь То есть как фонарь загорелся Почти наверняка Это означает Что будет защитный укол Если вдруг Случайно спортсмен Только не уколол в пол Например Или не уколол После команды стоп Ну вот все Что знал Сказал наверное Да Тем временем Спортсмены Вернулись на дорожку Начали Вторую трехминутку И активно прессинговал Великанов Но получил Получил И вот голос Показывает Вадим Анохин Да Я думаю Сейчас очень большое Нервное напряжение Испытывает Вадим Плохо Отжеребился И такой трудный путь Пошел до этого полуфинала Спасибо Нагимов Судья Не засчитал Как раз сейчас уколы Да Потому что Вадим признался Что он уколол Куда-то Не поражаем Пространство И Не стал Засчитывать Судья А вот здесь Попытался За счету Ответ взять Спортсмена С Татарстана Но Раньше Пробил его Москвич И на два укола Выходит вперед Два укола Было только в самом начале Преимущество По-моему У Вадима Больше уже не было Равно проходит Поединок Рессингует Татарстан Здесь попытался Оберить соперника Вадим Весьма вероятно Что Не будут Не будут Спортсмены Даже дождаться Третьего периода Может такое случиться Две минуты Двадцать три секунды Остается еще Во втором периоде Уже 10-8 Счет в пользу Вадима Анохина Ну мы говорили Что Александр Великанов Из Татарстана А Вадим Анохин Москвич И пока что Сборная Москвы Вот здесь Триумфально выступает Четыре вида программы Завершились Личное командное Первенство По сабле у мужчин И по шпаге у женщин И все четыре золота Завоевали столичные Фехтовальщики И здесь вот Их двое Вадим Анохин Который вы видите На дорожке И на экранах Слева Вот это Его показывают Фехтовальные туфли И Андрей Курочкин Который будет Фехтовать в следующем бою С Сергеем Ходосом Один с восемь уже Двенадцать восемь Да, как-то на такой На дальней дистанции Работает Вадим Анохин Все время пытается Атаковать его Александр Великанов Но То ли в руку То ли в плечо Постоянно выпадает И убирает Свой корпус Вадим Вот здесь не получилось Такой же прием Который он до этого Использовал И наконец-то Александр достал соперника Двенадцать девять И прошла первая минута встречи Снова неутомимый Александр все пытается В атаке нанести укол Но здесь Вадим Казалось, что взял Защиту Александра Великанов Но Это только показалось Да, читает Вадим Просто Соперник Видит, что собирается делать И опережает Останье Даже вот здесь Защитный ответ Не получилось Только во втором действии Слов колоть Великанов Москвича Тринадцать десять Управляют оружие Спортсмены Боя И кстати еще одна Такая небольшая Интересный момент Дело в том, что В полуфинале И здесь у мужчин В шпаге И в соревнованиях У женщин Из четырех спортсменов Никто еще не выигрывал Кубок страны Так что В любом случае Мы узнаем Имя нового Обладателя Кубка России А точнее двух И кстати В отличие от предыдущих Наших трансляций Здесь сейчас у нас Не будет перерыва Потому что Два сейчас шпажных полуфинала Пройдут И потом два сабельных Так что Не покидайте Пожалуйста Нас Запаситесь Все, что вам нужно Заранее Ну разумеется Будет небольшой перерыв Между вторым полуфиналом Чтобы дать отдохнуть Тому, кто победит Ох! Вот чуть не упал Удержался Удержался Вадим Анухин И пятнадцать десять Бой не заканчивается Потому что Судья еще Не присудил до конца укол Обязан посмотреть Видео повтор Но Зачем Честно говоря Не понял Потому что Вроде Загорелся один фонарь Команды стоп Не было Ну да Не было бы Убедиться Что не было нарушений То что укол Действительно Был нанесен В соперник Вадим Анухин На ваших экранах Первый финалист Кубка России 2016 года По шпаге Среди мужчин Александр Великанов Тоже был сейчас На ваших экранах Бронзовый призер Шпажного турнира И Сергей Ходос Андрей Курочкин Вторая полуфинальная пара Бронзовый призер